Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса Христа. Да? Пусть Божий огонь и Божий мир будет в ваших сердцах. И однажды я уже говорил, что иногда мы не получаем от Господа, потому что у нас нет аппетита и у нас нет такой сильной нужды. Мы как бы смотрим, так присматриваемся, так прислушиваемся. Но вот представьте, когда у человека острая боль, да? Он так к Иисусу идет, потому что ему надо снять эту боль, женщина, страдавшая кровотечением. Ее так это достало, что она прошла сквозь толпу и получила. Но было еще других очень много женщин, о которых не написано, с той же проблемой. А что с ними? Было очень много женщин, у которых было все око, а до Христа они так и не достучались. У них не было экстренной проблемы. Иногда экстренные проблемы допущены Богом. Они просто допущены, чтобы нас стимулировать. Потому что вера проверяется в буре. Иисус сказал, где ваша вера? Маловерный. Он и Петру сказал, где твоя вера? Маловерный, зачем ты усомнился? Итак, сейчас будет слово к определенной группе людей, которые задают Богу вопрос. Я молюсь, и мне Бог не отвечает. Я пытаюсь, я прошу Бога, Бог меня не благословляет. И вот такой вопрос, почему Бог меня не благословляет? Претензия такая. Почему Бог меня не благословляет? Почему у меня ничего не меняется в жизни? Вот послушайте то, что мне Господь сказал передать вам. Он, Бог, не может тебя благословить там, где ты. Тебе нужно прийти к нему домой, локацию поменять. Там ждут тебя благословения и радость, и восполнение всякой нужды. Если бы отец в притче о блудном сыне помог младшему сыну своему, когда ему было трудно, вот когда ему было трудно, не когда он был дома, а когда он обнищал, когда он стал бомжом, когда он проиграл все деньги, прогулял, проблудил, и вот когда он спустился на самое дно, ему стало очень плохо, а в доме у отца все было прекрасно, поверьте. Все было замечательно, слуги даже сытые ходили, а он думал о еде, и он, написано, завидовал свиньям. Он смотрел на свиней и завидовал. Надо понять одну вещь, что в Израиле свинья – это было нечистое животное, и это было мерзостью, тем более пасти свиней. Это что-то ужасное. Это что-то ужасное. Это все равно, что ты на хорошей работе работал, а потом ты ходишь и завидуешь, например, дворнику, который ездит на помойке и помойки собирает, и там еще течет, все воняет, прям вообще. И ты такой завидуешь ему. А он хорошо живет, у него хорошая зарплата. Итак, если бы отец помог своему сыну там, где он был, то смотрите, какая проблема произошла бы. Он никогда не пришел бы домой. Твоя проблема, что ты не дома. Ты хочешь, чтобы Бог благословил тебя там, на вражеской территории, а этого он делать не будет. Он тебе не поможет. Тебя ждут благословения дома. Они тебя ждут. Но не там, где ты. Ты не находишься в воле Божьей. Ты можешь выпрашивать, ты можешь цитировать местописания, которые должны как бы сработать в твоей жизни, но нет. Цель Бога в том, чтобы ты пришел домой. И дома ждут тебя благословения. Он не будет благословлять тебя возле свиного корыта. Он не будет. Даже своего сына он не будет. Это сын его. Это поймите, это не просто слуга. Это его сын. И он даже сына не будет благословлять возле свиного корыта. Причина? Это неправильное место. Потому что если он благословит тебя там, где ты, и ты получишь ответы, это говорит о том, что он согласен с тем, где ты. А он не согласен. Он не согласен, чтобы ты оставался в Египте, образно говоря. Он хочет, чтобы ты был в обитованной земле. В его воле, в его царстве, в церкви. Именно смертельный голод был стимулом для движения домой. Тебе нужно прийти домой. И если ты сегодня смытываешь смертельный голод в каких-то областях, то самое время встать и пойти к отцу. Пойти домой. Встать – это принять решение. Написано, он сказал, встану и пойду к отцу моему. И знаете что? Он встал и пошел. Многие говорят, многие цитируют. Я буду служить Богу. Я обещаю Богу добрую совесть. Я крестил несколько людей в воде. Не так много. И все они обещали Богу добрую совесть. И почти никого из них сегодня не служит Богу. Никого. Анатолий, слава Богу. Я сказал, почти. Вы представьте, каково это. Каково видеть, когда человек сам изъявляет желание служить Богу, дает обещание Богу доброй совести, и потом, понимаете, все уходит. Поэтому Бог, запомните, благословляет тебя дома. Его. В Его доме Он тебя благословляет. На Его территории Он тебя благословляет. И там, где ты, если это не Божья воля, не жди, что Бог тебя благословит там. Тебя может, кто-то другой тебе может помочь. Дьявол, например. Он тебе может дать. И тебя это тогда там задержит на всю жизнь. Возле свиного корыта. Ты хочешь там жить? Ты хочешь, чтобы там Бог ответил на твои нужды и остаться там? Или ты все-таки хочешь, чтобы вся твоя жизнь изменилась, а не только чуть-чуть? Бог не ремонтирует нашу старую жизнь. Он рождает заново. Аллилуйя! Аминь. Тема проповеди будет называться «Ходить или быть церковью?» «Ходить в церковь или быть церковью?» Некоторые даже ходить не умеют, опаздывают. Знаете, в кино не опаздывают. Там опоздаешь, все, темнота, там уж куда зашел. Мешаешь, там стыдно, знаете. А церковь — это что? Это же можно пропустить. И прославление можно пропустить. Можно много пропустить. Итак, Матфея 16, 18. Иисус здесь говорит Петру, ученику своему. «И я говорю тебе, ты Петр...» А вообще-то его звали Симон. Иисус ему дает вообще новое имя, новую функцию. «И на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Для создания церкви Иисусу нужен человек с откровением. Не просто человек зомби, послушный. Ему вбили программу, он пошел, сделал. Нет. Ему нужен человек, который размышляет. Потому что Иисус спросил, за кого люди почитают меня. И никто не мог дать ясного ответа. И Петр говорит, «Ты сын Бога живого!» Ты Христос, сын Бога живого! Иисус говорит, «Yes, yes». Это тебе Отец открыл из-за того, что тебе... Ты контачишь с небом, ты способен слышать Отца. Ты понимаешь, кто я, для какую миссию я послан. На тебе я буду строить церковь. Ты тот человек. Ты подходящий человек для созидания церкви. А сегодня, знаете, каких людей в церковь ждут? Таких спортивных. Таких, знаете, красивых. Чтобы они в прославлении стояли. Чтобы молодежки были такие классные, игры были такие суперские. Послушайте, и не важно, что там блудные сердца, грешные сердца, грязные мысли. Главное, чтобы он внешне был красавец. Чтобы можно было тут девушкам, знаете, крутить что-нибудь, знаете, вот, прямо перед всеми. Знаете, Иисус был другим. Крути, без проблем. Крути, в стороне крути. Да Иисуса же крутишь, не для людей. Чтобы создать церковь, Иисусу нужен человек с откровением. Вот здесь полный блок. Если ты не получаешь откровения, как ты можешь быть частью церкви? Потому что церковь начата сверхъестественно. Она начата Христом. Она начата Богом. Для чего? Для того, чтобы, когда Иисус уйдет с земли, а он ушел, да, пришел Святой Дух и злился на церковь, и это было христианство, то есть живые христы. Живые не Иисусы Христы, а христиане. Они могут быть настолько все разные, но один Дух и польза. От каждого польза. Как в Библии написано, что Духом дается дары на пользу. На пользу. Разные дары разные, но польза от всех. Кто-то из людей говорит, Бог от меня ничего не хочет, Бог от меня ничего не требует, Он меня только целует, Он меня только заботится обо мне, я Ему не должен ничего доказывать. Послушайте, Бог ждет от нас. Бог требует от нас. Первая заповедь говорит, возлюби. Послушай, если ты ее не исполнил, ты согрешил, ты промахнулся, ты грешен, все. У тебя проблема. Как можно сказать, что Бог ничего не ждет, когда Иисус столько поручений дал своим людям? Как можно сказать, сказать, что Иисус ничего не ждет. Он взаимодействует, но Он ожидает от нас. церковь – это не храм, церковь – это не здание, церковь – это также не кинотеатр и не спортивный стадион. Знаете, многие люди ходят в храм, они ходят туда, они не являются церковью, они не те люди, не божьи люди, через которых Бог строит, но они ходят и выходят, ходят и выходят. Знаете, как машина, в гараж заезжает и выезжает. Если я в гараж зайду, я же не стану машиной, правильно? Ничего не меняется. Так и многие люди ходят в храм, вышли, у них уже другие мысли, у них уже там, знаете, все-все другое, у них уже все, они же сходили, отметились. Некоторые ходят, знаете, немножко другого вида церкви, ходят, как кинотеатр, сидят, смотрят, слушают. Это в кинотеатре, вот люди, когда ходят, они же просто посмотрели, они вышли, у них своя жизнь. Так же многие ходят в церковь, как кинотеатр. А многие верующие, послушайте, ходят в церковь, но церковью не являются. Я извиняюсь за прямой язык, то, что получил, то его даю. Вы уж принимайте, если будете способны. Ко многим людям сейчас говорю, маленькое отступление, которые, кто говорит, Господь, говори мне, Господь, говори мне. Послушай, это очень серьезный момент. Лучше тебе не слышать, что Бог тебе говорит, нежели и слышать, услышать и не исполнить. Давайте вспомним богатого юноша. Он прямо с разбега подбежал, на колени упал перед Иисусом, все почести отдал, все уважение, все кажется. Какой замечательный верующий, какой замечательный человек. Послушайте, как он молится. Послушайте, давайте все послушаем, как он молится. Вау! И он такой говорит, Господи, что мне надо делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И знаете, можно было бы вообще его в рамк святых сразу вознести. Он не о плотском помышляет, он о духовном помышляет. Какой верующий замечательный. И знаете, история заканчивается так, что он ушел от Иисуса. Все это понты его закончились, понты богача закончились. Он понял, что здесь он не проханже для него, что за деньги он все может все, а здесь он без денег должен прийти к Иисусу. И он услышал четко, что надо делать. Потому что сначала ему Иисус сказал, исполняй заповеди. Он говорит, я же молодец. Я все исполняю с юности моей. Я все стихи знаю, я все знаю. Иисус такой. Иисус как бы сначала не всматривался особо в этого юноша. Он так всмотрелся в него и духовными глазами увидел большую проблему, которая таки привела его к нему. И он увидел вот этого мамону, этого демона, который стоял за его богатством. И он говорит, у тебя есть проблема. Этого демона изгнать нельзя. Ты должен его оставить. Оставить. Знаете, что израильский народ поклонялся демонам? Богу Молоху, Астарте и другим. Божий народ может, да. И они должны были оставить. И для этого Бог поднимал пророков. Пророка Самуила, который четко сказал, давайте сегодня решим, какому богу мы будем служить. В Аалу. Или живому богу. И давайте мы посмотрим, чей бог живой. Понимаете, он весь Израиль вернул к богу. Он как бы их всех обратно открыл им глаза. Он показал, что бог там живой. Зачем вы ушли к Ваалу? Вот так многие верующие делают ошибку. Ну и вот. И вот этот юноша, я к чему говорю? Что он допросился у бога четких инструкций. Вот чего мы иногда делаем. Большую ошибку. Ты на самом деле хочешь знать, что бог от тебя требует? Что он от тебя хочет? Ты хочешь это знать на самом деле? Ты знаешь, что тебе будет цена? Тебе придется заплатить за это? Тебе придется кого-то оставить, чем-то пожертвовать? Ты знаешь, что если ты хочешь быть с богом, это не будет просто так? В рай попасть тяжело. Я признаюсь. Я скажу так. Потому что туда ведут узкие врата. В ад попасть легко. Ничего не надо делать. Ты можешь верить, можешь не верить. Можешь верить, все равно попасть. Потому что ты верил так себе. Ты просто знал. О, есть бог. Все. Не служил ему. Не признавал его. И вот этот юноша, услышав бога, услышав точную волю божью, отошел от Иисуса с печальным лицом. Представляете? Он прибежал в ожидании, что он сейчас придет, от бога что-то услышит. Вот мы так все приходим. Мы все, вот в кавычках, как вот этот юноша. Мы все, мы думаем, что бог сейчас будет что-то особенное говорить. О, ты такой великий. О, ты такой классный. Ты такой молодец. Ты такой вообще прямо, ты такой жертвенный. Ты такой, прямо вот, такой пример для всех. А Господь увидел проблему, потому что он заговорил о вечности. Он говорит, что нужно сделать мне, чтобы наследовать жизнь вечную. Ведь Иисус не мог обманывать и лицемерить. Поймите, что наступает время, когда мы людям не можем лукавить. Мы не можем им врать. Мы видим через духовные глаза их конец. И поэтому мы говорим прямо. Может быть, это выглядит как-то строго. Может быть, это выглядит как-то в виде обличения. Но это правда. Извините. Как ее подать еще? Ну как? Ну как правду подать? И написано, он ушел от Иисуса с печальным лицом. Ушел. Знаете, про одного человека еще одно сказано, что он ушел после разговора с Богом. Каин. Написано, что он разговаривал с живым Богом. Многие верующие никогда не разговаривали с Богом. Их монологи в виде молитвы, да, это всего лишь монологи. Они никогда не слышали Бога. Либо не понимали Его. Но Каин четко слышал Бога. И написано, отошел от лица Господня. Послушайте, есть над чем задуматься. Поэтому, кто просит Слово от Бога к действию, Господь, что мне нужно, будьте готовы. Но Бог не скажет вам то, чего вы не сможете выполнить. Он скажет вам то, что вы сможете выполнить. Но вы будете выбирать комфорт или воля Божья. Ходить в церковь или быть церковью. Знаете, и ходить надо, и быть надо. Потому что Иисус, Он никогда не ходил в церковь. Но Он создал ее, Он был этой частью. И знаете что? Мы верующие, мы и есть церковь. Будь церковью. Относись серьезно. Послушай, Бог так любит тебя, что нашел тебя в этом мире. Привел тебя в церковь. Цени и люби церковь. Поддерживай. Развивайся здесь. Многие говорят, я уже ничего не получаю в церкви. Потому что ты давать должен, а не получать. Вы где-нибудь видели, что, знаете, вот родился птенец. И мать все носит им червяком. Носит. Знаете, такое прям возмущение. Да хватит кормить его. Сам должен уже идти на работу, искать себе пропитание. И потом она такая, знаете, птичка эта, такая думает. Да, тяжело мне. Я уже себе не могу. Они у меня изо рта выхватывают уже. Я уже сама не могу поесть. Эти птенцы жирные такие. Выхватывают. Еще и недовольная, что так мало червяков принесла. И мама тогда говорит, знаешь что, у меня есть одно такое движение. Вот такое. Бумс. И он из гнезда. Пишет такой. А мама ему кричит, сам теперь давай. Заботься. Вот. Многим верующим, толстым верующим, не физически, которые заелись, пастор уже бедный, уже не знает, это говорил, это говорил. Знаете, у пастора, у которых, у них миллион проповедей на тысячу лет вперед. У них вообще нету проблем. А есть такие, которые, я уже не знаю, что им дать. Они должны, эти верующие, пока сами уже начинают заботиться. Ты уже родителем должен стать, а не постоянно говорить, в этой церкви у меня новое, ничего не могу услышать. А можно от тебя хоть что-нибудь услышать? Хоть маленькое пи, или а, или что-нибудь. Можно от тебя что-нибудь услышать, что ты можешь выдать, кроме каприза? перестаньте капризничать, как маленькие плотские верующие. И это не то, и это не то, так не то. Послушайте, я вам скажу такую вещь последнюю. Есть спецслужбы, есть спецназ, там какой-нибудь краповый берет или куда-то. Такой отбор туда набирают. Туда идут вообще очень серьезно подготовленные. Из этих серьезно подготовленных может быть только несколько, а только пройдут. Представьте, какой отбор идет. А другим говорят, спасибо, о, у вас мышцы такие, о, играете, да, играете мышцами, о, вы такие накачанные. Им просто дают билет домой. Понимаете? Он хотел быть спецназовцем, а ему дают билет домой. Езжай, иди на работу. Ты не будешь защищать. У тебя не хватает характера. Не то, что у тебя мышцы не хватает и спортивных данных. У тебя характера нету, чемпиона. Ты при первой возможности ты плачешь и капризничаешь, как маленькая девочка или маленький мальчик. Людей нету, денег нету, и этого нету. То не так, спина болит, Бог не отвечает. Это ты чемпион? Ты хочешь сесть на престоле Божьем, рядом с Богом? Ты хочешь попасть на небеса, вместе с церковью быть восхищенным? Ты перепутал, и я тебе это скажу, если тебе другие не скажут. Ты перепутал. Тебе надо серьезно задуматься. Послушай, серьезно. Серьезно задумайся, кто ты? Кто ты? Чей ты? Ты ни во что не втянут. Ты ни за что не отвечаешь. Это как другие эти люди, которые толпы ходили. Ходили за Иисусом, ходили, ходили. Вроде бы с Ним. Иисус сказал проповедь, написано Евангелие от Иоанна 6,66. И многие с того времени уже больше не ходили за Ним. Уже больше не ходили. Они говорят, как это странно звучит, как это странно звучит, как это мы не понимаем это. И ушли. И ушли. Потому что якоря не было. У них посвящения не было. У них было все налегке. Это когда ты в город идешь гулять, ты же не хочешь шторбу брать с собой. Или рюкзак туриста, или чемодан с книгами, знаешь, полный. Ты же хочешь по городу идти, даже чтобы пакетика не было. Я прав? Также многие верующие хотят служить Богу. Даже пакетика не несут. Налегке. Все за него сделали. А он только приходит, такой, знаете, кушает и такой говорит, эй, я пойду в другую церковь. Наверное, там пастор лучше готовится. Наверное, там будет лучше. Там люди лучше, добрее, чем здесь. Послушай, я тебе хочу сказать правду. Вот знаешь, как не берут спецназовцев всех подряд. Очень маленькое число людей набирают. Потому что они будут защищать такие серьезные объекты. Так же и здесь. Господь не набирает всех подряд. Хочется? Хочется? Ой, на любой. Ты, 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 повернись. Ой, ну ладно, все равно будешь моей женой. У Господа нету проблем. У Него проблем. Настоящая жена, которая его понимает, его любит, которая жизнь отдаст, как собака за хозяина отдаст. Ты такой? Ты такой? Многие ходят, еще, знаете, церковь не могут найти. Ходят, бродят, и церковь не могут найти. Это говорит о том, что ты Иисуса не можешь найти. Ты не с Ним. На тебя опереться невозможно. что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека. Ты ненадежный, и ты не нужен. Такой. Знаете, как жены устают от таких мужей, которые ничего делать не хотят, бухают, бухают, или что-нибудь еще делают. Она говорит, я не могу так жить дальше. Или мужчина, или, знаешь, или на работе. Ты делаешь постоянно не то. Ты не на своем месте. Тебя увольняют. И мы думаем, а, церковь, это где все могут быть, весь сброд. Ты-то можешь приходить сюда, и никто тебя сюда не выгонит, и кофе нальют, и булочку дадут еще. Пусть собрали. Ты на небо не попадешь, друг мой. Я-то здесь. Тебя пощипать, чтобы тебя в чувства привести. Ты на небо не идешь. Ты даже дьяволу такой не нужен. У него спецы работают на него. Ты просто будешь соль, выброшенная под ноги в навоз. Почему? Ты оставил Господа. Ты недооцениваешь церковь. Ты недоволен малым тем, что тебе Бог доверил. Ты не имеешь общения с Богом. Ты не имеешь. И поэтому ты не ценишь общения с братьями и сестрами. Но есть хорошая новость под конец. Вас разбудит очень хороший стимул. Когда вы останетесь на великую скорбь, Антихрист будет вашим стимулом идти к Богу. Не дай Бог, чтобы это произошло в вашей жизни. Это были вы. Не дай Бог. Не хочу. И сам там не хочу оказаться. Хочу, чтобы мы все вознесли. Спасибо.